начинать с себя. Привет, Светик. Привет. Привет, Паш, привет. Привет, Танюшка, привет, друзья мои. Что могу сказать? Автономные дети сейчас очень необычные дети рождаются. Я, допустим, повторюсь, я была у подруги, ну как бы это мы старые давние клиенты, мы уже несколько лет общаемся, у меня малышу 8 месяцев. Делала массажи, ребёнок отреагировался, да, хорошо. Он встал, пошёл, то есть он заговорил, он активно развивается, он научился плавать, всё у него прекрасно. Но он первое время спал более-менее и заново начинает плохо спать. Мама меня пригласила опять и спрашивает, посмотри, пожалуйста, да, что здесь. Вижу здесь лёгкий тонус, да, вижу здесь шейка-тонус, но нету такого тонуса, чтобы он прям серьёзно закидывал голову, когда плачет. То есть нету такой, не зачем переживать, да, всё хорошо с физикой. А ребёнок, и она говорит, посмотри, как он засыпает. А вот он засыпает, ребят, я была в шоке. То есть он, я подключилась, то есть я энергетически подключаюсь и считываю, как у него происходит. Вы не поверите. Я вижу, что ребёнок осознаёт, что его тело засыпает, а он не хочет спать. Он осознаёт, что он не есть телом, и он сопротивляется. Он шевелит ручками, шевелит ножками, он пытается открыть глаза, он борется со сном, и он практически у неё не спит. То есть он на грудном молоке по 7 месяцев, пытается его вскармливать, он всё подряд пробует. Но меня поразила осознанность. Понятно, что не каждому дети идут на руки. Сейчас дети рождаются, сразу держат голову, да. Скоро они будут, наверное, как животные встанут, пошёл. Другой тут нужен тоже как бы спорный момент. Но то, что дети очень глубоко осознаны, и они чувствуют глубже своё тело, это 100%, и чем моложе ребёнок, их начинает пугать это состояние. А что происходит? Почему я? И когда я подключилась, я почувствовала, знаете, вот как будто бы тебе каску девают на голову, и ты погружаешься в сон, как будто тебя вот мега пьяная, как будто тебе наркоз дают. Вот, сон — это наркоз. И прям идёт такое сильное чувство этого наркоза, и ребёнок с этим борется. Он ощущает это, он начинает шевелиться, вот бодаться с этим сном. Вот такие сейчас дети. Меня, конечно, каждый раз поражают. Я понимаю, что время сейчас необычное, вот, но по своей сути нам некуда деваться. Нужно просто принимать, что есть, и понимать, как с этим дальше трудиться, работать. Самое главное — воспринимать этих детей как взрослых. Спрашивать, что они хотят, интересоваться, и не навязывать свою точку зрения. Всегда позволять им высказываться, всегда позволять делать то, что у них на душе, да, и ловить те минуты, когда они настоящие, и развивать в них это. Потому что их настоящность, по своей сути, есть та ценная ниточка, которая приводит к автономии. У нас точно так же, да, наша настоящность, она приводит к автономии. Что ты хочешь, может, выделить светом? У меня тут со светом небольшие перебои. А, шикарно. Что я могу сказать? Ну, я могу сказать, что... Ну, ты продолжай говорить, мы тебя слышим, Свет, всё хорошо. Да. Ну, дети на автономии, они в любом случае другие. И у родителей автономов они другие. Не слышно кто-то говорит. Меня не слышно? Да, ну, это Баку пишет, интересно, Парида, вот я всё слышу, Светлана. Я пишу сейчас тему дети, автономность, чтобы было понятно. Так, я секунду сейчас включу другой свет, попробую. Слышно, кто-то уже пишет, слышно. О, уже слышно пишет. Вот. Всё хорошо слышно. Давай. Дети автономные на автономии. Я не знаю, я не встречала людей, у которых бы дети были полностью на автономии. Вернее, когда мама полностью на автономии. Я могу только свой опыт рассказать, когда я была первый триместр на автономии, какой у меня получился ребёнок. Но я это уже, наверное, рассказывала, смысла не вижу рассказывать это повторно, потому что там в наших видео уже есть это. Но то, что ты сказала, что нужно ребёнку позволять как бы раскрываться самостоятельно, это безусловно. Но он может раскрыться в правильном русле только когда есть осознанный родитель. Потому что самостоятельно развиваться, но это то же самое, что вот мы в детстве, да? Кто нас учил развиваться как-то самостоятельно? Кто нас учил принимать какие-то решения? Либо нам говорили правильно или неправильно. Я всё детство вообще провела на гаражах, на каких-то болотах, на лужах, на деревьях. То есть там, где, в принципе, для человека в его обычном восприятии ненормально. И как-то вот само вот оно шло, вот это вот воспитание улицей, оно само шло самостоятельно. Сейчас же мы детей загнали в такой кокон, что мы им не позволяем не том, чтобы самостоятельно принимать решения, мы им даже не позволяем самостоятельно выбрать там, где им гулять. То есть мы даже им не разрешаем гулять где-то там, где мы их не можем увидеть, не можем позвонить, не можем узнать, где они. То есть мы настолько не доверяем своим детям, что они как научатся доверять себе, если мы не доверяем их мир, мы не доверяем им. Конечно, мне там скажут некоторые родители, как, ну как, ну вот у нас такая ситуация в стране, вот у нас вот это, у нас то. Я думаю, что на каждом этапе нашего становления в любом времени было плюс-минус одинаково, где-то лучше, где-то хуже. Потому что если послушать истории, вот у меня сейчас особенно девочки рассказывают свои истории детства, ну девочки как, которым за 50, далеко за 50, да? И они рассказывают такие истории из своего детства, что просто волосы шевелятся на всех незагорелых местах. И это, наверное, идёт всё равно от родителя, насколько мы можем чувствовать своего ребёнка. Но мы никогда не сможем прочувствовать своего ребёнка, если мы не умеем чувствовать себя, если мы не понимаем, почему у нас вот так вот происходит с нами, с самими, как мы узнаем, что происходит с ребёнком. Вот то же самое, что говорят. Вот у ребёнка переходный возраст. У меня старшему сыну 14 лет. У него переходный возраст. У нас бывают с ним разные ситуации. Мы бываем с ним, ну скандалить, конечно, я не скажу скандалить, потому что у меня вообще такого нет, чтобы я с людьми что-то там скандалил. Но у меня бывают вспышки, потому что, ну представляете, парни, которые бывают с самого утра дерутся не на жизнь, а на смерть. Но когда ты сам себя внутри принимаешь и успокаиваешь, то тогда садишься с детьми и начинаешь разговаривать со своим ребёнком не что хорошо и что плохо по нашим меркам, по нашим социальным меркам, а когда ты начинаешь пропускать его, это же твоя кровинка, ты же его чувствуешь. Если ты себя чувствуешь, то ты его будешь чувствовать. Тогда ты ему рассказываешь свои чувства. Не почему это не надо делать, ни в коем случае так не говорить. А, например, вот он сделал какое-то, ну что не нужно делать, так скажем, не нужно делать для тебя, как в твоём понимании, то ты тогда ему говоришь. Я, например, говорю, «Ярослав, вот это вот, когда ты вот это делаешь, я чувствую вот так-то и так-то. Вокруг нас происходит то-то и то-то. Другой человек или другие могут подумать, почувствовать, увидеть в твоих действиях вот это и это. И вот после этого, когда я ему всё вот это расскажу, только после этого он может принять самостоятельное решение, обосновываясь на моём жизненном опыте. И только после этого он может принять более или менее правильное решение, правильно на момент своего возраста. А иначе просто так, ну как бы ты взрослый, принимай сам решение. Вот это вот нельзя, вот это хорошо, вот это плохо. Нет хорошо и плохо. Есть чувствование, почему вот это не делать. Если ты сделаешь, будет вот так-то. Если ты сделаешь так, будет так. Если ты сделаешь так, будет так. Или, например, вот как очень часто тоже только по себе говорю. Например, если я сорвалась на детей, у меня такое бывает, что я там их начинаю, там, ой, вот у вас опять вот это, вот это, вот это. Я очень быстро отхожу, очень отходчивый человек. И раньше было, сейчас и подавно. И я, мне нужно несколько минут, чтобы отойти. И я отхожу, когда я им начинаю говорить, я им начинаю рассказывать. И я начинаю ему как рассказывать. То есть я, во-первых, я сразу же признаюсь. То есть я тебя, на тебя накричала, или на вас накричала, не потому, что вы сделали плохо, а потому, что у меня не хватает моего сознания донести до вас то, что я бы хотела. И поэтому я начинаю нервничать, что я не могу до вас донести. И поэтому на вас начинаю повышать голос, не потому, что вы плохие. У меня дети изначально знают, что я их люблю, безусловно, такие, какие они есть. Не за их поступки, не за хорошие поступки и не за плохие поступки, а просто априори. Безусловно, я их люблю. Но, всегда добавляю но. Но я бы хотела, чтобы вы вот эту ситуацию сделали вот так вот, потому что она будет вот так вот. Согласны они со мной или нет, всегда спрашивают. Но чаще всего, конечно, согласны. Это безусловно, что согласны. И тут, по-моему, кто-то написал, мы с сыном друзья, и тем не менее. Мы не в раю живём, есть социум, да. Это фаори, да. Да. Ну, да. Ну, я, во-первых, как друзья. Это у нас общепринятые фразы, да, вот мы хотим, чтобы мы с детьми были друзьями, хотим, чтобы это. Мы не можем быть с детьми друзьями, моё мнение. Мы всегда должны оставаться родителями. Но родителями не в понимании смысла слова такого, что «Я тебя родила, я тебе налила тарелку супа, я тебе купила трусы, носки, поэтому повинуйся мне и слушай меня, пока не начал самостоятельно зарабатывать». Нет. Родитель — это есть тот, который своего ребёнка, своё чадо идёт в этот мир, в этот социум. Не в какой-то свой воображаемый, а в этот социум. Да. Наставник. И нужно добиться, чтобы твой ребёнок как раз не просто с тобой дружил, и как там своему другу сказал, «Ты чё, охренела, что ли, мать? Я сейчас пойду там, или давай, мамулька, я уже взрослый, пивка попьём». Нет, не этими друзьями, а именно он должен тебя настолько воспринимать как учителя, как своего путеводителя в жизни, настолько у него должно быть к тебе уважение, но ты это должен сам его настолько уважать, чтобы у него была отдача этого уважения. И когда он уважает тебя, то тогда он начинает к тебе прислушиваться, он начинает тебе рассказывать те вещи, которые не всегда даже готов рассказать друзьям. Потому что друзья, они могут по-разному воспринять эту информацию, а тот человек, которому ты в доверии, в безусловном, он знает, он тебе доверяет, то есть он знает, что ты не том, что встанешь на его позицию, а он знает, что ты поможешь ему решить любой вопрос. Вместе с ним пройти через его какие-то трудности в силу его возраста. Не говорить это, «Ума, я в твои годы там сама решала, я в твои годы уже зарабатывал, у нас другое время было». Это тоже нужно учитывать. Но если он тебя будет уважать, если он тебе будет доверять, вот это вот самое главное. А друзья у него будут, друзья у него будут на улице. А ты должен быть для него авторитетом. Да, пишет, «У нас так не принято с родителями говорить. Он не пьет, не курит 16 лет, уважает меня и ценит. Все взаимно. Это Баку». Ура, мы делимся, да. Да, вот это здорово. Это здорово. У меня тоже вот сложились такие вообще отношения. Мне часто говорят, что мои дети гипервзрослые, называют моего старшего вообще старичком, что он такой глубоко осознанный мальчик с рождения. Я позволяла и наблюдала всегда. То есть я наблюдала и всегда давала ему сделать выбор осознанный, рассказывала, что будет, если он что-то делает не так, что будет, если он сделает это. Что будет, то есть если пойдешь прямо либо направо или налево, да, то есть там коня приобретешь, там без ноги останешься. То есть вот, всегда я ему доносил эту информацию и разбирали мы с ним. И ему очень нравится после этого приходить делиться. Это классно. С младшим, то есть и старший у меня, он такой спокойный, созерцающий по характеру. Он не любит сидеть на одном месте, не любит двигаться. любит ковыряться в компьютере. Он мне с детства сидел, собирал, разбирал игрушки такие, знаешь, логические, вот такого плана. Вот. И мы здесь быстро нашли с ним язык, очень легко все. И с младшим думала, мне будет сложнее. Я перестраивалась, сначала не могла понять, а он такой конкретный, прям вот конкретно сказал, сделал. Ему не нужно объяснять, ему нужно все здесь и сейчас. И здесь я подобрала другую, знаешь, такую тактику. Я стала говорить слова аккуратно. И я поняла, что ему хочется некоторые моменты прожить самому. Я позволила. Допустим, он был маленький, он лез у меня на балкон, и нужно было переступить, и он завалился, ему было больно, то он завалился, стуктус, но я дала ему это пережить. То есть такие моменты именно с младшего возраста позволяла ему там, понимала, что может быть он столкнется, но не серьезно, это мы поплачем, но я ему четко потом подтверждала. Мама говорила аккуратно, значит нужно реагировать на слово аккуратно. То есть я ему такие слова дала вначале, маркеры, где нужно обращать внимание на мою речь, чтобы он чувствовал, что здесь я ему нужна. И тогда я обращала внимание на себя, и мы уже какой-то разговор продолжали. И я заметила, что такие люди, вот как он, они часто уходят в себя и стараются просто быть хорошими. То есть интересный такой момент, знаешь, есть просто хорошие дети, есть осознанные дети. Вот хороший человек, да, что такое хороший человек, который делает как надо. И он стесняется признаться себе и прячет то, что у него есть тот же негатив, на который он реагирует на других. То есть он боится признаться самому себе, что он тоже мог бы так плохо поступить. И он всё равно продолжает там ругаться, яростно выступать. И здесь вот таких деток важно разбудить осознанность, чтобы он понимал свою мега-ответственность. Вот. И когда появлялась мега-ответственность, тогда я видела вот этот вот голый страх перед этим. Голый страх, что это может как-то на него повлиять. То есть он не понимал, что потом ожидать. Мы это вместе проходили разные ситуации. Ну, супер. Вот. И никто ничего не пишет. как-то просто казалось. И могу сказать, что это дорогого стоило, потому что поначалу всё это переходило в агрессию. И ребёнок любил защищаться молниеносно, кулаком или чем-то ещё. Вот. Но в итоге он понял, что сила не в действиях и даже не в мыслях, а просто в анализе ситуации. Вначале сила в анализе. Именно понять причину, исток, именно сила в этом. И он научился рассуждать у меня. Он полюбил рассуждать. И нам становится интересно рассуждать теперь втроём. Потому что поначалу, конечно же, была драка дома. Дети совершенно разные характеры. Вот. И старший точно могу сказать, я уже говорила в видео, что он у меня в год и в месяц пять дней прожил без еды, когда меня положили в больницу. Старший он определённо у меня то ел, то не ел, то ест, то не ест. Я вываливаюсь на стихе, он со мной вместе. Это нормальная песня, ему 12 в августе. Вот. И младший, он до семи лет, он у меня очень любил мясо. так как я занимаюсь энергетикой, практикой, я знаю по строению человека, что до семи лет человек привносит в эту жизнь то, что у него наработано с прошлой жизнью, да. То есть он притащил вот эту вот свою чёткость, структурность, я бы сказала, наверное, сатурнянскую, умение удачливости, юпитерскую, да, умение исполнять законы, правильность какую-то, но не было вот этой вот глубокой осознанности и делать всё нужно потому, что надо. Это он притащил с прошлого до семи лет, это у него прям ярко проявлялось. Но вот сейчас нам в апреле семь и он очень сильно поменялся, он не всегда хочет есть мясо, он прям на глазах меняется, поменялся характер, он стал мягкий, он стал ласковый, как подменили. Вот всё, что заложили, оно прям даёт плоды. Всегда нужно иметь терпение. И что осталось самое интересное, да, из-за того, что я его не поломала, из-за того, что я ему не сказала, что неправильно драться, да, если мне подходили родители и говорили, вот вы объясните своему ребёнку, что так неправильно, я говорю, почему так неправильно, он так считает, что в той или иной ситуации поступить было и отреагировать, да, поспорить с вашим ребёнком и дать ему сдачи. Я с ним поговорю, дома разберусь, если интересно, я скажу, но при всех я общаться не буду, принижать его, да, достоинство, это первое. Второе, я не буду следовать вашему указанию, у меня есть твоё видение, не хотите общаться, не нужно. То есть я чётко выказывала границы, и он чувствовал мою защиту. Но домой я приходила, мы с ним всё спокойно разбирали. Вот. Те моменты, когда дети, допустим, не хотят убираться, да, никогда не повышать голос, иначе это становится обузой. Просто спокойно, несколько раз повторяющий, когда им что-то уже нужно, вот, они не могут это найти, одеться, любимую вещь, найти игрушку. Я припоминаю и как бы подаю ситуацию таким образом, что им после этого хочется самим убираться. То есть развивать их, в них именно осознанность в своих действиях. Для чего это нужно, что мы вот элементарные вещи в социуме просим соблюдать? Для чего? Вот это нужно взращивать своим примером. То есть я просто, не просто прошу, говорю, но я же говорю, там не делай такие-то вещи, я же тоже там устаю, но я же делаю за собой такие вещи, да. Вот там папа, я. И сейчас вот заметила, он старается рассуждать и пытается у нас такой этап обсуждать других детей. Я говорю, ты не имеешь права никого обсуждать. Он такой, ну, как бы он вот так поступил, это правильно, неправильно, то есть вот как там получилось. Я говорю, слушай, у него могло быть тысячу причин на это. и начинает перебирать. Такая могла? Он такой, да, могла. То есть всегда провоцировать на анализ, провоцировать на свободу выбора. и ребёнок понимает, что мир намного больше, чем он видит, намного больше, чем ему кажется. Ему становится любопытным, интересным, и он впадает в состояние наблюдательности. Он не просто анализирует умом ситуацию, а он начинает наблюдать, и наблюдая, у него быстро фиксируются в памяти те или иные поступки. Он начинает их замечать, и он потом такие вещи выдаёт. Смотри, мама, вот он сделал так, да, и скорее всего у него будет вот это. Вот. И правда потом он приходит, представляешь, «Мам, я там был прав». Вот. Старший постоянно часто так вот говорит. Им нравится, что они осознанно, то есть не высказываясь, но они со мной это рассуждают, обсуждают, ждут какую-то, наверное, похвалу. И вот это я, конечно же, всегда хвалю за осознанный выбор, за правильное видение, за то, что он рассмотрел, увидел, да, заранее и поступил нужным образом. Вот. И здесь потом получается, что детки настолько становятся самостоятельными, что мне не страшно их отпускать на улицу вообще. То есть в шесть лет ребёнок может гулять сам, один. Во-первых, во дворе все его знают, я спокойно отпускаю, я с ним договариваюсь, что он может поставить, подождать меня. Вот. И если ему даже страшно становится, я говорю, не бойся, вы здесь тётя Настя, здесь тётя Алсу у нас во дворе, да, у них детки гуляют, ты подружишься, там, поиграешься. Вот. Каких-то проблем не возникало вообще в плане руганий. Единственное, да, у разных детей есть склонность к определённой черте характера. Допустим, у старшего у меня лень. Да, он любит лениться, не шевелиться, он любит, но для него это какая-то определённая прокрастинация, то есть, да, ленится, ленится, а потом он какой-то креатив рождает, его прям прёт, прёт, прёт. То есть, здесь тоже сильно напрягать ребёнка, если он ленится, не стоит, значит, он рождает что-то, он расслабляется здесь и пытается найти какой-то выбор. Здесь нужно просто наблюдать за ним, смотреть, и, конечно же, булки расслаблять не стоит вместе с ним на пару. Как-то его мотивировать, но правильным образом. Но младший, он не любит, у него нет терпения, он всё время бежит впереди паровоза, и здесь прям вот позволять ему бежать, я это делаю, он ошибается, он расстраивается, переделывает, а переделывая, он снова отрабатывает своё терпение, нежелание это делать и понимает, что лучше изначально не торопиться. То есть, опять же, выступает на первый план, позволять детям осознанно учиться, да, делать выбор, первое, второе, развивать и позволять им развивать свои черты характера, неважно, это агрессивность, да, допустим, в агрессии он себя, ребёнок, поначалу он был агрессивным у меня, я ему позволяла и следила, чтобы он не навредил другим детям, да, дома с ним вела беседы, когда у него не осталось практически друзей, он понял, что так себя вести не стоит, вот, ну да, пришлось разговаривать с мамами, что я веду беседы, но я знала, что мои беседы приведут к результату, опять же, всё проходило через свой опыт, через опыт папы, характер младшего, больше схож с папой, такой, больше напористый характер, вот, и здесь в любом случае только общение и прямой опыт бабушек, дедушек, это всё нужно рассказывать, вот, даже, ты знаешь, как ещё пищу выбирать, да, тоже пищу, я позволяю выбирать пищу, я открыто говорю, что, мама, почему ты не ешь, я говорю, у меня всё, организм сам вырабатывает, она как это, я им открыто говорю, они делятся с преподавателями, преподаватели начинают со мной делиться тем, что они пробовали сухие дни, да, то есть они начинают говорить, что мы своих детей тоже любим лечиться народными средствами, делиться своими народными средствами, потому что для них мои дети, они гиперлёгкие получаются, они гиперактивные, вот младше, да, он даже берёт швабру, вытирает полы, помогает нянечке, можно я Елена Николаевна, и дома мне может, то есть его так вот, как-то так, в садике приучили благодарно, энергии много, море, он мне не любит спать, у меня как раз есть и дети, которые любят поесть, но не любят спать, младший у меня любит, старший любит спать, но не любит есть, у нас вот такие вот качели, это очень интересно, это очень интересно, но я бы знаешь, как сказала, все равно дети, это наше отражение, вот у нас очень многие любят убиваться там в астрологию, в карты, в звёзды, в карму, я в это как бы не особо верю, я самостоятельно не могу это просчитать, я понимаю, что верить там в астрологию, если я сама и есть эти звёзды, если есть вся Вселенная, и Вселенная во мне так же, как и я в ней, то как бы вот на это зацикливаться, я не зацикливаюсь, возможно, это есть, я не отрицаю, я в отрицание никогда не ухожу, но тем не менее, в любом случае, почему наши дети так себя ведут, это мы должны всё равно заглянуть в себя, вовнутрь себя, и не только в себя, возможно, даже через поколение, то есть вот ты говоришь, дети, которые вот хотят быть хорошими, они на самом деле ведь не просто хотят быть хорошими, потому что им сказали, что это хорошо, это сидит намного глубже, это сидит в родителях его, а их родителях ещё сидит в их родителях, то есть родители ребёнка, не получив любовь у себя там, у своих родителей, они не умеют любить, они не умеют отдавать, они знают, что надо дать, и вот это вот надо они перенесли к себе в жизнь, и после того, как они перенесли к себе в жизнь, у них есть чёткий план, чёткие границы, чёткие рамки, что хорошо, что плохо, что нужно, что не нужно, и на неоснованном уровне они передают это ребёнку, и ребёнок, пытаясь быть для своего родителя хорошим, делает поступки, он не всегда делает, самое главное, что хорошие поступки, он часто их просто плохие поступки скрывает, либо говорит, это он, и мы начинаем, когда мы узнаём, мы начинаем ругать своего ребёнка, почему ты мне сказал, почему ты мне наврал, почему ты сделал это, а на самом деле он и не наврал, вот в общепринятом этом понимании, он просто захотел поставить галочку для своих родителей, что я хороший, у нас очень часто взрослые сравнивают, вот посмотри там у Марии Ивановны, какой хороший мальчик, вот посмотри там у кого-то, Детей нельзя даже не братьев сравнивать, не братьев и сестёр сравнивать, нельзя вообще в семье, да. И именно из-за этого ребёнок и получает вот эти вот бонусы в виде вот этих галочек, неосознанно, и через дурные поступки, давайте вот их в кавычках назовём дурные поступки, но это нужно не с ребёнком работать, всегда работают с родителями, потому что только родители любят своих родителей. Да, но через ребёнка получается воспитать свою вторую половину, то есть когда в семье присутствует один осознанный родитель, как у меня, да, второй родитель, он очень любит поступать всё по-своему, да, но как бы проявляет осознанность в некоторых сферах, но не во всех, и человек любит убедиться в материальных фактах, а потом принимает решения, раз и навсегда. Вот, люди разные, и здесь получается интересный момент, что через детей как раз-таки родители начинают учиться и меняться, потому что происходят элементарные события, на которых видно, что есть хорошо, что есть плохо, и как лучше было бы поступить. И когда дети начинают поступать иначе, это прививается как будто бы, знаешь, вот по-новому, как будто бы ты проходишь школу детства вместе с ребёнком. Но тут нужно набраться терпения и позволять вмешиваться в воспитание, конечно же, второй половине, но объяснять это, ну, нужно на ситуации рассматривать, да, то или иное, но в любом случае приводить к тому, что очень важно быть просто осознанным, а важно принимать решения самому, вот, как важно поступать, важно поделиться, что у тебя есть на самом деле, что у тебя внутри, давай это спокойно обсудим, вот, и в итоге в нашей семье исчезли, да, вот эти вот крики, нотки, вот, громкие разговоры, понукательства, и здесь произошёл такой некий переворот, вот, на днях я поняла, что человек говорит, мой супруг говорит о том, что мы не будем здесь что-либо плохое рассуждать, здесь стоит вода, она записывает информацию, нам потом её пить, давай вот там некоторые вещи обсудим потом, вообще обсуждать это плохо, это делают бабки с семечками на улице, там, вот, то есть такие моменты происходят, внутренние перевороты, когда ты спокойно живёшь, и позволяешь всему проявляться ровно так и тем, что оно есть, получается, ты позволяешь себе проявляться, раскрываться максимально, потому что всё, что вокруг, это есть ты, и в итоге оно всё становится в нужный момент, в свои пазлы, на нужные рельсы, и всё запускается само по себе, и дети перестраиваются как надо, и реагируют близки совершенно нужным образом, даже мои родители, которые бабушка-дедушка являются моим детям, они моим детям больше позволяют, и они с ними общаются как со взрослыми, чем с детьми моей сестры, потому что там мама видит, что их приучили, это нельзя, гулять одним нельзя, это не сделать, это неправильно, девочка должна сидеть так, она не должна делать это, зачем ты громко разговариваешь, и вот этих постоянных дёргиваний, и мама учила буквально в смысле слова, чтобы соблюсти эти правила с той семьи, чтобы, не дай бог, а присматривая за ребёнком, что-нибудь не так сделать, чтобы там не поломать концепцию, то есть родители должны воспитывать сами, у мамы мое такое понимание, не вмешиваться, просто присматривать, здесь у нас всё очень просто с детьми. Ну, у меня здесь немножечко другая позиция, я всё-таки придерживаюсь того, что, конечно, человек изначально, вот нас же, наверное, тоже и молодёжь смотрит, человек изначально должен взрастить себя и найти свою вторую половину, чтобы его не переделать, человека не переделаешь, человек может переделать только самостоятельно, человеку не надо переделывать правильно. Я тоже согласна, я говорю, он сам. Да, вот в этом получается у нас и многие проблемы. Знаешь, какая ситуация происходит? Многие разводы. Когда ты выходишь в состояние, когда ты находишь человека, но твоё раздуши быстрее, и ты начинаешь быстрее развиваться, но это не повод для расставания. Просто нужно дать тайм-аут. Да, но есть же разные случаи. И у нас очень часто выходят замуж с тем намерением, что как, у нас же в эйфории это всё. То есть вот у нас есть вообще три зрения, так сказать, да? Это придумала не я, это придумали уже давным-давно учёные. То есть есть то, что мы видим, но не хотим осознавать, ну, например, там в нашем мужчине, да? То есть мы это видим, но мы почему-то полагаем, что замуж выйду впереди, со мной он точно поменяется. Никогда не поменяется. Потом второе зрение. Никогда. Второе зрение, которое мы видим то, как его воспринимает социум. И если женщина мудра, она сможет ему передать правильно эту позицию, что как его воспринимает общество, и что бы нужно было подкорректировать, чтобы ему было комфортно. Потому что если мужчине некомфортно, женщине с ним никогда не будет комфортно. Это передаётся всё, это одно целое. И третье — это так, как оно есть. И вот третьим зрением из нас редко кто может видеть, потому что это очень неудобно для нас. И только на автономии мы смотрим этим третьим зрением так, как оно есть на самом деле, не примешивая ничего. И вот если бы мы изначально, вот супруги, перед тем, как передать свои гены в какое-то чадо, в какое-то чудо, если бы они изначально принимали себя, не переделывая, а принимали себя априори такими, какие они есть, то из них бы начала идти вот эта любовь, которую бы они могли передать ребёнку, что они его не хотят переделать. То есть переделывая себя, переделывая своих супругов, супруг, неважно, женщину или мужчину, мы показываем на неосознанном уровне своему ребёнку, что мы его тоже переделываем. Он ещё не сформировался, а мы его уже переделываем. И когда мы смотрим на... Это вообще нельзя. Нужно просто позволять людям... Через ребёнка... Да, позволять людям быть самим собой, рядом с собой. Это самое главное. А мы по третьим зрения... Только тогда, когда ты сам становишься собой. Вот в чём вопрос. И когда ты смотришь на себя, меняя себя через ребёнка, это уже тоже не совсем правильно. Он принимает все удары на себя. А когда ты начинаешь ему отдавать свою любовь, безусловную, и он в принятии этой любови, он никогда тебе не отдаст что-то негативное. То есть он сам самостоятельно захочет делать те вещи, от которых будет комфортно его близкому человеку, потому что ему будет точно так же комфортно. И когда мы начинаем как раз и говорить вот про детей, сейчас очень много вопросов задаются про детей. Не с детьми нужно работать. Меня очень часто задают вопросы, а вы работаете с детьми? Я говорю, я работаю с родителями. Потому что перед тем, как начать... Я считаю, что нужно работать в паре с ребёнком и с родителем. Ну, смотря какой возраст, конечно же, нужно выслушать всегда две стороны. Да, ну в паре это не всегда... Ну в паре это не всегда получаем столом. Не в смысле за одним столом, то есть здесь нужно прорабатывать и ребёнка, и маму, в любом случае общаться, и искать вот эту причину. Да, ну в любом случае я... Как показывает мне мой опыт, есть родители, у которых детям уже там и 18, и 20. То есть сколько бы ни было ребёнка, он же наш ребёнок остаётся. И когда они приходят ко мне и говорят, а вы работаете вот с детьми, вот у меня у ребёнка такая проблема. Я понимаю, я чётко вижу, откуда эта проблема идёт. Эта проблема всегда идёт от родителя. Ребёнок где-то закапсулировал какую-то свою обиду, не расширил свои границы и свои рамки. И это обязательно нужно прорабатывать в первую очередь с родителем, чтобы родитель начал прорабатывать себя и своих родителей. Дай Бог, если они живы, но чаще всего вот кто ко мне обращается, что родителей уже чаще нет. Уже на таком возрасте, вот осознанно говорит, вот ничего не могу сделать, вот он такой. И когда мы начинаем именно взрослого прорабатывать, когда он меняет свою точку сборки, он начинает смотреть на те моменты, которые идут с ребёнком. То есть вот ко мне сейчас обращаются, есть такие несколько человек, у которых дети просто наркоманы. То есть это уже не просто шалости какие-то, это уже взрослые люди, которым за 20, которые наркоманы. И они говорят, вот как вот помочь, вот он готов вроде как уже всё бросить, но он не может. Можно я приду с ним к вам? Я говорю, нет, давайте сначала вы ко мне придёте, обратитесь, мы с вами эту ситуацию проработаем, потом уже будем смотреть, нужно ли прорабатывать это с вашим ребёнком или нет. И у меня не так много было таких моментов, но по крайней мере я могу просто похвастаться, потому что для меня это, для меня, для самой это большая такая галочка, большой плюсик, что я смогла помочь женщинам, двум женщинам. У одной был сын, он был наркоман с 7-летним стажем, а у другой, у него супруга ушла, и он запил. Вот он уже у неё 7 месяцев пил, не мог выйти из запоя. Сейчас они живут счастливо, всё нормально, у них всё хорошо, но мы должны это понимать, что как бы в любом случае дети — это продолжение нас. Зачем мы работаем с продолжением, если мы с основой не можем проработать? Сначала прорабатывается основа, а потом мы уже смотрим, как вот этот вот хвостик уже подрегулировать, если грубо сказать. Вот я хотела сказать, я запомнила третье зрение, знаете, ребят, какое это третье зрение? Это когда ты настолько осознан, ты наблюдаешь за человеком, и ты понимаешь, что он здесь немножечко ненастоящий, или он наоборот здесь настоящий. То есть ты настолько наблюдательный, настолько глубок, что ты внутри, в себе осознаёшь действие вокруг тебя происходящее, значит, ты осознанно и настоящее поступаешь сам в этой жизни, когда ты это всё отслеживаешь, наблюдаешь. Вот это именно про третье зрение, насколько я понимаю. И оно очень важно, когда мы именно выбираем себе партнёра, супруга. Но ещё раз повторюсь, бывают такие ситуации, когда как раз-таки мы давно выбрали супруга, и сам человек там, или супруг, или девушка, они развились очень хорошо. И как дальше быть? У меня такие приходят тоже взрослые. Как дальше быть со второй половинкой? Здесь нужно просто позволять и внутри человеку двигаться. Обычно происходит, по своему опыту могу сказать, и по опыту других ребят. Причина, как всегда, сидит внутри, и причина в том, что именно в категоричности принятия другого мнения, что нет другой стороны, и вот путь должен быть, как правило, таким, или похожим, или что-то, что такое, то, что я знаю. А человек выбирает совершенно противоположный путь. Но он, просто позволив ему, да, это сделать, человек открывается, и тогда он делает очень хорошие результаты и шаги. Просто наблюдать и любить, откровенно, как есть, и всё меняется. И могу сказать тоже, ко мне приходят, но у меня часто бывают детки аутичные. Вот недавно мамочку встретила, мы познакомились с Венигороди, с Олечкой, у неё малыша диагноз стоит дауна, дауна, то есть ко мне детки обращают, мама приходит именно с какими-то збоями, с болезнями, вот, не только с психологическими, видимо, по той причине, что я занимаюсь какими-то внутренними исправлениями, владею там разными практиками, да, опыт есть, и с аутичными детками, потому что аутичность, она тоже бывает разная, либо глубоко, либо нет, и эти детки, они реально поддаются лечению, они исправляются здесь, и самое, что интересное, психологически мамы этих детей, они схожи, какие-либо отношения родителей, того или иного диагноза, они схожи, вот что интересно, именно у аутичных детей, у меня много достаточно, ну, наверное, за последний год пять детей было таких, мамы не структурированы вообще, ну, просто от слова, что такое структура, я не понимаю, это воздушный шарик, то есть вот, человек не может себя собрать ни в чём, вот, который в жизни получает такие вещи, как лафа, да, какие-то плюсы, бонусы от жизни, от близких, да, что-то хорошо получается, он на этом проезжает, на старой, как говорится, дрожжи, когда чему-то научился, но по своей сути, человек в первую очередь, он не может собраться в кучу, вообще принять какие-либо серьёзные решения, собраться и сделать те или иные действия в своей жизни, быть более ответственным, вот это есть, вот таких родителей, детки склонны к аутизму, вот, ты смотришь про вопросы, привет, да, я смотрю, да, Фарида пишет, уже во взрослом возрасте родители играют такую роль, да, на самом деле неосознанные родители, они такие же дети, и когда один становится осознанным, другим нет, очень сложно тоже бывает, вот, но ещё раз говорю, когда позволяешь другому проявляться, абсолютно любя его полностью, вот таким, какой он есть, восхищаясь просто вот, каждым дочётом и недочётом, просто вот доверяя тому, что он делает, потому что доверяешь его божественной природе, она каждого из нас пронизывает, не должно быть отрицания никакого, идут глубокие быстрые трансформации, и человек просто в ногу за тобой начинает идти рядышком, и дети тоже становятся счастливы, потому что идёт тандем понимания, и интересно идут локальные рассматривания, да, то есть мир, он настолько велик, целостно, бесконечен, что я даже считаю, что автономы, они не могут полностью, всё равно увидеть мир полностью, да, то есть насколько глобальный он есть, поэтому автономы все разные, нееды, они все разные по характеру, по самому принципу восприятия жизни, потому что невозможно увидеть целостность пирамиды, пока ты не поднимешься на вершину, и мы переходим из одного состояния игры в другую, да, вначале потребительства, потом автономия, потом вырастает ещё что-то, нужно не останавливаться, идти дальше и позволять, но именно принятие, абсолютно любовь позволяет полностью трансформироваться легко и идти с детьми дальше, и со своими супругами, развиваться с родителями, и в первую очередь показывать пример свой в развитии, это мега как важно, вот, потому что я вот реально смотрю и размышляю, что все настолько разные, и только представьте, вот гора, пирамида, и когда ты поднимаешься наверх, да, ты более концентрированно начинаешь видеть мир, и мир более концентрированный, и тебе легче осматриваться вокруг, но автономия — это не вершина, по-любому есть дальше за этим, и ещё и ещё шаги, и это не окончательная точка, поэтому снова и снова все развиваются, идут к автономии разным путём, и у каждого разный взгляд, и вот эти пазлы складываются, и именно через принятие, через любовь, и через понимание, что да, возможен и такой взгляд, да, возможно и такое, позволять всему быть, мы позволяем своей целостности раскрываться, и тогда происходит наш рост. Мы же уже об этом как раз и говорили, что автономия — это не самоцель, если просто идти к автономии, чтобы прийти к автономии, это утопия, для чего? Автономия — это инструмент, это очень корректный инструмент, это состояние, его нужно проживать здесь и сейчас, это состояние. Это можно сделать и без автономии, просто в автономии это делается быстрее, легче, более осознанно, то есть я не смогла это сделать, на еде. Мне это было проще сделать без еды, без жидкости и с минимальным количеством сна. И только в этом состоянии действительно проще считать от другого, и автономия — это не самоцель, ты, конечно, начинаешь развиваться, конечно, это можно войти вот в этот автономный дом, да, так его представить, и там очень-очень много комнат, и ты заходишь в одну комнату, вот она белая, красивая, мягкая, всё в ней хорошо, и ты понимаешь, я есть всё, всё есть я, я всех люблю, всё замечательно. И, как правило, на этой комнате все останавливаются, здесь хорошо, зачем идти дальше. На чакре сердца, да, зачем идти здесь? Да, есть такое, что у тебя как бы, ну всё хорошо, но это же не конец, и ты выходишь и идёшь дальше, уже начинаешь смотреть, откуда, то есть всё конечно, нет ничего вечного, ничего нет. Ну чтобы мы же откуда-то появились, мы же где-то это всё зародилось, и ты в этом состоянии как раз, ты можешь найти те ниточки, за которые ты можешь прийти и посмотреть, где-что продолжение, когда ты начинаешь осознанно уже понимать, ты это начинаешь увидеть, что такое время, как оно меняется, что такое эфир, насколько он плотный, когда ты можешь его почувствовать, а не просто сказать, да, есть эфир, вот в учебниках написано, а когда ты это можешь потрогать, да, вот так можно сказать, то это абсолютно другие состояния. И то же самое, когда мы говорим о детях, да, вот наши горе-психологи, я их больше не могу назвать никак, хотя сама психолог с 20-летним стажем, да, и когда к ним приходишь, и они начинают говорить, вот ваши проблемы в детстве, это понятно, что у нас всё идёт в прошлом, потому что мы уже же с вами говорили, вот сейчас идёт эфир, начался он уже в прошлом, начало эфира в прошлом. И вот мы говорим, говорим, и вот это вот наше настоящее, оно уходит, 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 и оно всё время прошлое. И всё время прорабатывать прошлое — это тоже нереально. То есть в прошлое можно заглянуть, посмотреть образную картину и выстраивать себе новый путь. И только после выстраивания нового пути ты готов идти дальше. Если ты будешь постоянно месить старое болото у каких-нибудь там, у психологов, у бабок, ещё у кого-то там рассказывать, что там, ой, у меня там в детстве закололи, меня в детстве не любили, меня в детстве это. Не надо, ты просто этот момент выхватит, должен, и начать его проработать, как ты сейчас. А что я могу сделать сейчас в данной ситуации, чтобы преобразовать его в настоящем? Потому что у нас нет ни прошлого, ни будущего, его не существует. Вот, у нас есть только здесь и сейчас. И человек не может быть счастливым, он не может увидеть своего ребёнка, потому что он либо в прошлом спрашивает, что, как было в школе? Ну как бы это естественный вопрос, да? Но с другой стороны, мы всё время, мы неосознанно пытаемся даже наших детей всё время акцентировать внимание на прошлом. Как было в прошлом? Как было в садике? Как было в школе? Чем кормили? Чё у бабушки делать? Чё это? То есть мы сами его подгоняем всегда в прошлом, потом говорят, надо жить в настоящем. И когда мы сами научимся вот с собой работать в настоящем, когда мы научимся в настоящем просто подходить, обнимать, целовать и говорить, боже мой, какое счастье, что у меня есть ты сейчас здесь и сейчас со мной рядом. Завтра может быть всё, что угодно. Его завтра никогда не наступит. Как бы мы ни хотели завтра что-то начать, у нас его не будет. У нас всегда есть сегодня. А завтра — это просто фантазия. Нечего им жить. Нужно жить здесь, успевать жить здесь. У нас любимая фраза в семье. Я так счастлива, что ты у меня есть здесь и сейчас. Дети мне это выучили. И это состояние, прям вот останавливаешься, говоришь, и вот прям вот зависаешь. Я счастлива, что у меня есть здесь и сейчас. Именно вот здесь. И не важно, что он делал. И прям вот понимаешь, что это абсолютно любовь, именно понимание вот этого состояния.